Школьные и больничные столовые рискуют остаться без арендаторов. Продолжить свою работу предприниматели не могут из-за слишком высоких тарифов, которые для них ввели весной этого года. Если арендаторы не смогут рассчитаться с накопившимися долгами, ученики и работники больницы и других госучреждений могут остаться без питания. На грани банкротства сейчас оказались десятки алматинских бюджетных точек общепита. В основном серьезные финансовые затруднения стали испытывать школьные столовые и кафе для медработников. И с всему виной приказ Министерства национальной экономики под номером 212, который вышел в марте этого года. Согласно новым поправкам, предприниматели должны платить годовую аренду государственной недвижимости в 9, а то и в 13 раз дороже. Мы и так несем очень неплохие затраты. Затраты на уборку, на чистку помещений, затраты на фонд сотрудников рабочих. И как вы можете видеть, время 3 часа дня, день рабочий, но народу нет. Проблема работников общепита поднималась не раз. И после обращения в Национальную палату предпринимателей было направлено письмо в Министерство экономики. И уже 23 июня в правила все-таки были внесены изменения. Так послабление сделали для арендаторов школьных столовых. Теперь они платят только за кухонные помещения, а во время летних каникул плата вообще не взымается. Также был снижен коэффициент территориальной расположенности для всех предпринимателей с 3 до 2. К сожалению, данные изменения полностью не решили проблемы предпринимателей. Почему? Потому что остался нерешенный вопрос по оплате за вот эти вот 3 месяца с марта по июнь месяц. И на сегодняшний день управление финансов города требуется предпринимателям оплаты за эти месяцы по завышенным ставкам. В частности, сегодня на пресс-конференции, которую мы проводили в палате предпринимателей, арендаторами школьных столовых было заявлено, что оплата за эти 3 месяца равна трехлетней работе. Получается, за этот период, пока действовали новые тарифы, многие точки общепита оказались в долговой яме перед управлением финансов. Чтобы решить проблему бизнеса, Национальная палата предпринимателей обратилась в Генеральную прокуратуру. Последние обещали устранить препятствия, которые мешают работе общепита в госучреждениях.